Как говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. Так и мы решили поговорить о том, какой автомобиль выбрать для летнего сезона, самого удачного для строительства загородного жилья. Имея подходящую машину, можно неплохо сэкономить на доставке стройматериалов. К тому же автомобили, о которых сейчас пойдет речь, очень удобны в быту и автопутешествиях. Возможно, вы сразу подумали о пикапах. Да, машины интересны и до сих пор обращают на себя внимание, так как не особо распространены на наших дорогах. Есть удобный кузов, но для повседневного использования такие длинномеры неудобны. Длина машины всегда более 5 метров. Парковка и развороты в городе становятся делом сложным. Багажник в привычном нам понимании отсутствует, а везти в пыльном и холодном кузове личные вещи неразумно. И стоимость пикапов в хорошем состоянии на вторичном рынке всегда переваливает далеко за миллион рублей. А если нужен именно японец 3-4 летнего возраста, готовьте все полтора. А нас ждет стройка, нужно экономить и уложиться тысяч в 600, да чтобы машинка была не старше 5 лет, надежная, не требовала дорогостоящего и частого обслуживания. И при случае ее можно было быстро продать. И тут нам на помощь приходят старые добрые автомобили из Японии. В нашей стране нет запрета на использование машин с правым рулем, поэтому рассмотрим эти варианты, тем более достоинств у них хватает. В указанный бюджет отлично вписывается неказистый с виду универсала Тойоты под названием Саксид. У него есть родной брат, Тойота Пробокс. Выглядит немного иначе спереди, считается еще более простым, но предназначение у него такое же. Автомобиль безумно прост, как в плане дизайна, так и с точки зрения технического устройства. И поэтому данная Тойота очень надежна. Можно сказать, что это автомат Калашникова среди машин. Посудите сами. Под капотом проверенный временем цепной полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Небольшой налог и цена страховки не ударит по карману. Жирный плюс универсала – наличие полноприводной трансмиссии и классического автомата. Самое то для проселочных дорог, особенно в весенне-осеннюю распутицу. Расход топлива порадует владельца, учитывая возможность перевозки больших объемов груза и наличие полного привода. В городе этот работяга будет кушать не более 10 литров 92-го бензина, а за городом аппетит окажется скромнее минимум на пару литров. Квадратная форма кузова является главным козырем японца, ведь такой дизайнерский ход позволил выжать из салона максимум полезного пространства. Спинка второго ряда складывается. Можно перевозить длинные доски, металлический профиль или несколько мешков с цементом. Это Тойота увезет полтонны груза и не поморщится. А если вы захотите отправиться в путешествие, то палатка вам не нужна. Внутри машины двое разместятся с достаточным комфортом. Салон простой, без каких-либо излишеств. Самое главное имеются мощная печка, кондиционер, две подушки безопасности и радио, чтобы не заскучать в дороге. Сказать по-честному, недостатков у машины нет. Конечно, если вы ждете от рабочей лошадки динамики гоночного болида, шумоизоляции немецкого бизнес-класса и наличия разного рода опций, как в самом современном авто, то эта машинка вас разочарует. Но если вы знаете, для чего она вам нужна, Тойота отработает потраченные на нее деньги на все 100%. Тойота Саксид и Пробокс в Новосибирске можно приобрести в указанный бюджет 2012-2013 года выпуска. Автомобиль будет без пробега по России, да еще и с полным приводом. Но если стройка затевается серьезная, с большим объемом работ, то в эти же самые деньги, тоже с полным приводом и без пробега по нашей стране, вы сможете позволить себе целый микроавтобус 2011-2012 года. Мазда Бонго, он же Ниссан Ванет и он же Митсубиси Делико Вен, все это одна и та же машина под разными марками, выпускаемая для внутреннего рынка Японии. Это не Тойота, поэтому за бренд переплачивать не придется, но нам это на руку. Данную модель начали выпускать в конце 90-х. Дизайнерскими изысками она не отличается, но ведь и задачи у машины совсем другие. Объем салона и багажного отделения поражают. При этом сам автомобиль достаточно короткий и юркий в условиях тесного города. Внутреннее пространство выглядит еще более простым, чем у Тойоты. Да, это так, но не придется переживать, что пластик или тканевая накладка будет испорчена. Задним пассажирам придется очень сильно напрячься, чтобы почувствовать хоть какой-то комфорт в дороге. Подлокотников и подголовников нет, а если будет трясти на кочках, держаться не за что. Спереди ситуация получше. Сидишь высоко, смотришь далеко, печка и кондиционер работают на отлично. Также из опций имеются электрические стеклоподъемники передних дверей, две подушки безопасности и корректор фар. И это считается богатой комплектацией. А что еще нужно? Автомобиль честно отрабатывает свои деньги и не подводит владельцев. Техническая начинка простая и надежна. Бензиновый мотор объемом 1,8 литров и мощностью 95 лошадок невероятно тяговит. Этот Nissan способен увезти не менее тонны груза. Основной привод задний, но в сложных ситуациях жестко, с помощью рычага водитель может подключить передний привод. Добавьте сюда дорожный просвет в 18 см и у вас получится практически настоящий внедорожник с большой грузоподъемностью. Да, эти машинки не тянут на роль гоночных болидов. Они не будут вызывать восхищенных взглядов у прохожих и не одарят вас комфортом седана бизнес-класса. Но они выполнят любую возложенную на них работу, будут трудиться до последнего и переживут практически любой современный накачанный опциями автомобиль.